В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об отказе от зависимости. А в гостях у нас Валерий Ковалёв, заведующий отделением реабилитации, психиатр-нарколог Приморского наркологического диспансера и Александр Кубиков, медицинский психолог. Здравствуйте, дорогие гости! С 25 марта будет проходить тематическая неделя отказа от зависимостей. И, насколько я понимаю, в большей степени речь пойдёт про отказ от табакокурения и про отказ от алкоголя. Валерий Иванович, первый вопрос вам. Насколько остро обстоит ситуация с этими зависимостями в нашем регионе? Ну, я полагаю, что не только в нашем регионе, но и в целом по стране и во всем мире проблема зависимости не только есть, но она ещё и с года в год растёт, к сожалению. Ну, в разных регионах по-разному. Зависит от моды, от политики государства, от ценовой политики. То есть вопрос достаточно сложный. Но то, что эта проблема и есть, это да. И если мы не будем её решать, то то, чем занимается государство, планирует удлинение продолжительной жизни, оно разбивается в проблему зависимости в том числе. Но есть какая-то статистика, сколько людей, допустим, курящих у нас в крае, и сколько людей, употребляющих алкоголь? Ну, целенаправленной статистики нет, поэтому все предположения так гипотетически носят характер. А судить по кому, по каким? Ведь часть граждан обращается в частные организации, решает проблему, часть государственные. Но государственного нет как таковой целевой программы по борьбе с зависимостью. Вернее так, с табачной зависимостью. С алкогольной, пожалуйста, с наркотиками, пожалуйста. Статистика есть, динамика меняется. Взялись от рынка доступности того или к психоактивному вещества. Ну, а можно сказать, что сегодня, допустим, всё-таки идёт тенденция на как-то здоровый образ жизни? Можно сказать, что сегодня, допустим, жители Приморья стали употреблять алкоголь меньше, чем, ну, не знаю, 10 лет назад, 20 лет назад? Ну, я бы сказал, да. В целом, по России уменьшается количество потребления алкоголя. Но статистика такая очень лукавая вещь. Ну, даже у нас в наркологии. Предположим, человек употреблял психоактивное вещество, гашиш, опий. Он числился у нас наркоманом, да? А проходит год-два, а он отказался от наркотика, стал употреблять алкоголь. Он что, уже не наркоман или наркоман, перешедший на алкоголь? И наоборот. Поэтому статистика, она изгод меняется. Ну, действительно, мы видим, ну, по крайней мере, наркологи, я, оглядываясь наших пациентов и на окружающий мир, я вижу, что действительно народ стал как-то вот более социализированный, люди, они стали стремиться к здоровому образу жизни. А вот другая часть населения, как правило, это люмпенизированная часть населения, она, увы, увеличивается. Александр Иванович, что же такое зависимость? Зависимость, когда в результате употребления психоактивного вещества у человека возникает масса проблем со здоровьем, в быту, в семье, на работе, но он не собирается отказываться от употребления этого вещества и продолжает его употреблять. Это то, что мы называем зависимость. А это же следующая ступень, это же заболевание наркологическое. Такая вот зависимость. А с точки зрения психологии, может быть, зависимость как-то по-другому обозначается? Знаете, вот, когда мы говорим о психологии, всегда хочется сказать такую форму, практическая полезность, да, то есть можем сейчас умничать, говорить там по Фрейду, там, по Юнгу, еще по ком-то, да, все эти зависимости, да, но практическая пригодность – это все-таки вот медицинская, я думаю, вещь. Вот зависимость, вот она такая вот, как я его сейчас назвал, да, и поэтому, когда мы начинаем работать с этим пациентом, корректировать его поведение, там, взгляды, то мы вот ориентируемся на этапы. Именно на медицинскую сторону этого вопроса. Конечно. Кто более подвержен зависимости от вредных привычек? Это мужчины или это женщины? Кто быстрее привык? Нравится мне этот вопрос. Да, ну а интересно все равно. И нравится, ну вот, моя точка зрения, зачастую не совпадает с меня и других коллег, даже авторитетных. С моей точки зрения, женщины – более благодатный материал для излечения. И заболевают они не столь быстро, как мужчины. Я бы даже так сказал. То, что женщины спиваются быстрее и пьянство противникает тяжелее, это больше, с моей точки зрения, похоже на миф. Реальность является другое. Чаще мы просто о пьянстве женщины узнаем поздновато. Вот этот скрытый период ее потребления, увлечения психотеринным веществом, тем же алкоголем, она протекает достаточно скрыто. Маскируется социальным ее статусом. То есть, когда с тяжкой спохмелью, можно позвонить начальнику, а чаще начальник, мужчина, и там отпроситься. Можно прикрыться заболевшим ребенком. Парфюмерия, косметика позволяет долго-долго скрывать. Ведь нет такого, что вот ты сегодня еще злоупотребляющий алкоголик, ну, бытовой пьяница назовите или как угодно, а завтра проснулся алкоголиком. Формирование зависимости происходит постепенно. Ну, в какой-то степени может быть волнеобразно, когда ухудшаются условия бытовые, стрессовая ситуация, либо обостряется, либо... И от этого проявление частота употребления, она меняется. И вот когда однажды тормозать уже заканчивается, прекращает свое ограниченное действие, тормозящее, корректирующее действие, вот тут оказывается, ой, а она же пьет. Она давно пила. Мы, работая с семьей, мы часто видим, когда женщина рассказывает что-то себе одно, а дети рассказывают совсем другое. Они с детства видят, что происходит с мамой. Еще один момент очень важный. Я полностью согласен с Евгением Ивановичем. Наркологическая ситуация. То есть получается, что мужчина всегда экспериментатор, и он больше склонен к употреблению чего-то. Посмотреть, что со мной будет, когда я что-то попробую. А женщина, она охранитель. То есть она в меньшей степени употребляет. И когда в обществе уравнивается количество употребляющих мужчин и женщин, или когда количество женщин начинает опережать количество мужчин, говорим о том, что наркологическая ситуация очень печальная, и общество находится на грани чего-то там нехорошего. Ну, даже так. Ведь женщины половое распределение. Но что дает женщине? Женщина – хранитель благоприобретенных полезных качеств. На него возлагается больше ответ в биологическом плане. Не только в личностном, а в биологическом плане. Потому что она должна быть и здоровой. Потому что если не будет здоровой, не будет детей, не будет потомства. То есть урод будет угасать. Поэтому женщины, вот так смысл разделения полового. Мужчина больше экспериментатор. Поэтому среди мужчин больше и талантливых людей, гениев, и меньше, и больше, простите, не очень умных, так сказать, бестолково. А женщины более средники. И это хорошо. Для выживания, для эволюции вида очень важно сохранять много предметов. Как говорят женщины-хранительницы очага, так это, наверное, и есть. Так это и есть биологически. Хочется поговорить немножко о подростках. Мы затронули все-таки более зрелую часть населения. Подростки сегодня стремятся к здоровому образу жизни, остаются на том же уровне, на котором это было несколько лет назад, или же приобретают какие-то новые формы потребления этих самых психоактивных веществ, алкоголя, табака, еще чего-то. Вот как здесь складывается ситуация? Вопрос, конечно, интересный. Но вот, наверное, ответил на так, что подростки являются вот таким срезом со взрослого общества. И те же события, которые происходят во взрослом обществе, они зеркально отражаются на этих самых подростках. Получается, что если родители употребляют, подростки тоже стараются им подражать, считывают их поведение. Если родители употребляют что-то новое, ну вот новое я данными моментами веду, там вейпы, там вот эти айкосы, вот эти все вот такие никотинсодержащие вот эти парогенераторы, дети тоже начинают их употреблять. Поэтому, а вот как только что сейчас Валерий Иванович сказал, то есть работа с семьей, она является, конечно, ведущей. Если мы начинаем корректировать поведение родителей, мы автоматически начинаем корректировать поведение детей. То есть, если мама с папой бросят курить, ребенок над этим тоже задумывается? В конечном итоге, да. И наоборот, если курят родители, ребенок, скорее всего, будет курить. Больше шансов он будет. Конечно, подражает взрослым. Своим ли взрослым, другим ли взрослым. Я где-то слышала такое мнение от психолога, что если мама курит, то ребенок автоматически уже будет курить. Да, потому что он уже знает на генном уровне практически. То есть, до какого-то возраста, я не помню, он считывает поведение и не оценивает как хорошее и плохое. Просто это есть, значит, так и надо себя вести. Да, это есть. А ребята, сейчас среди того наличия табачной продукции, что чаще выбирают? Потому что я вижу своими глазами, как дети идут со школы, и идут они с подсистемами. Насколько эта беда на сегодня остра? В силу моей работы мне приходится часто ездить по школам. Мы постоянно сталкиваемся с этой проблемой, что подростки употребляют вот эти электронные сигареты. Причем под этим подразумевается все, что угодно. Вейпы, айкосы, то, что вы сейчас сказали. Ситуация здесь какая? Во-первых, это модно. Во-вторых, это электронно. И дети употребляют, потому что, во-первых, надо быть в тренде. Во-вторых, групповщина. То есть, мы группируемся, потому что возрастные критерии предполагают, что я должен быть в группе, я должен быть такой же, как все, если все это делают, я это делаю. Вот этот момент очень важен во втягивании. И производитель, к сожалению, делает все это вкусным, и дети западают на вкусовые какие-то вещи. Это, безусловно, проблема. Но здесь я хочу сказать, что наш Минздрав, приморский, у нас есть такая хорошая программа, квадрат здоровья называется. И вот наркологам из этого квадрата, из четырех частей, выпал один квадрат, который называется профилактика табакокурения. Употребление никотинсодержащей продукции. Вот это все. И в этом блоке предполагается, что мы ездим по школам, по колледжам, по вузам порой. Мы эту программу реализуем, беседуем. И все-таки те, кому нужно услышать, они не слышат, и они отказываются от употребления в конечном итоге. И еще вот в помощь что? У нас же есть, конечно, прекрасный закон о табаке 2014 года, который говорит о вреде употребления никотинсодержащих продуктов не только для себя, но и вреде табачного дыма для окружающих. И поэтому вот этот закон, он работает очень часто на комиссиях по делам несовершеннолетних. Например, подростки с родителями приглашаются на эту комиссию, родители штрафуются за то, что они не донесли до подростков этих самых сведений, потому что сейчас такая статья 5.35, о недвижащем исполнении родителями соинноргийских обязанностей. То есть и подростковый кабинет наркологии предлагает этим подросткам, у которых эти проблемы обозначились, пожалуйста, ходи анонимно, бесплатно, то есть лечись, выздоравливай, тебе поможет психолог, тебе поможет врач-нарколог. То есть тебе созданы все условия, бери, бросай, отказывайся от употребления. То есть работа ведется, если так вот сравнивать, сосуд туда, вода втекает и вытекает. То есть в сосуде это те, кто употребляет, кто втекает, это те, кто в новые вливаются, а те, кто вытекает, те бросают. То есть наша задача профилактическая, то есть чтобы меньше втекало, больше вытекало оттуда. Таким вот образом. Вопрос зависимости, да, то есть мы тоже пытаемся разобраться, то есть вот существуют там электронные все эти гаджеты, да, некоторые даже там не никотин содержащие, получается. То есть какая зависимость? Психологическая? Конечно. Но она тогда получается психологическая в плане чего? То есть группа, я такой как все, то есть мы вместе, вот это вот получается очень важный момент. Я говорю, я когда стою, все вот допустим, да, вот это употребляют, а я нет, я чувствую себя как-то неуютно, да. То есть вот этот момент. То есть, конечно, психологическая зависимость, это больше даже социализированная какая-то зависимость. И потом еще вот тоже интересные вещи, получается, что даже если вот у меня нет этого гаджета, ну мне вот надо быть как все, то есть я прошу дать мне пыхну и за это плачу деньги. То есть не обязательно, что, допустим, вот там ваш ребенок, там вот он употребляет, да, и носит в кармане. Вовсе нет. То есть он может платить деньги за то, что кто-то дал, он просто несколько раз там затянулся. То есть такой момент тоже очень важный, если родители не знают. Да, проблема табакокурения, наверное, достаточно сложная и серьезная. Хотите, я еще добавлю, почему она даже более сложна и серьезна, чем наркотики в ряде случаев? Потому что последствия от курения табака отсрочены, а во-вторых, не очевидны. Если с наркотиками быстро по-моему идут последствия, финансовые последствия какие-то, по алкоголю, конфликты в семье, потрат работы, это все вот достаточно быстро. А когда у меня что-то там какой-то рак будет, будет или не будет, да может, я помру еще раньше чего-нибудь, а пока я живу, и слава богу, им все хорошо. Это одна главная причина. Вообще хочу сказать, что в наркологии-то ведь проблема не в том, где и как лечить. А проблема в том, а как побудить к лечению? Ну вот живет человек и живет, курит, и вреда никакого не ощущает. Это вредно? Вредно. Будет? Будет. Точно будет. Статистика подтверждает. Те, которые курят, это на 10-15 лет в разных регионах, они живут короче, чем те, которые не курят. Но как ему рассказать 30-40-летнему мужчине? А в 50 он говорит, если еще не умер, да я всю жизнь курю, я уже не могу бросить. Может он бросит, говорю абсолютно точно, потому что у нас в стационаре мы этим занимаемся, и очень успешно, точно могу сказать, ну не с целью похвальбы, а с той целью, что если мы этим занимаемся, будет результат. А вот как побудить, это уже отдельная история. Это сложно. И мотивационные техники, мотивационные программы, которые сейчас вот наши специалисты, ну наркодиспансеры освоили, осваивают, да, и уже активно применяют к лечению пациентов. Уговорить пациентам на лечение, Валерий Иванович, один из первых, ты эту методику начал обдумывать, внедрять много лет. До 70% пациентов в процессе лечения откажут от табака, бывает такие периоды. Представьте, что они поступают с алкозависимостью, это 95% курящие, а с наркотической зависимостью, это 100% курящие. И представьте, что в течение нескольких месяцев проблемы, программа, когда длится стационарь, до 70% прекращает курить табака. Это не означает, конечно, что после выписка он не возобновит, да, кто-то и возобновит, безусловно. Но появится возможность, уверен, что ты можешь бросить курение табака, ты почувствуешь разницу между курением и не курением. Ну вот эта работа достаточно трудозатратная и сложная. Но вот мы с вами сказали, что безопасно покурить не получится. То есть нет безопасных продуктов, курить вредно. А что с алкоголем? Существует ли какая-то безопасная доза алкоголя? Ну, только сегодня с утреца свяжил сведения в Озовске и так далее. Причем, что очень часто даже наркологи иногда оговариваются, их приходится объяснять коллеге, будьте осторожны, они говорят о некой норме. Вот когда кто-то говорит о норме употребления, а я не употребляю, значит, он нормальный. Речь идет о том, о безопасной допустимой дозе. Это разные вещи. Норма и безопасная доза – это совсем разные вещи. Да, есть некие представления, они меняются в Озовске, не все специалисты об этом говорят, да, там, допустим, 10 миллилитров чистого алкоголя, допустим, там. Но многие забывают, когда говорят про эту дозу дневную, там, сколько, 3-4 раза в день, так называемые дринки, но при этом забывают о том, что оговаривали, скажем, не менее двух дней трезвости. Но с моей точки зрения, когда уже говорят, что два трезвости, а остальное можешь выпивать, ну, вот тут осталось полшага до того, чтобы ты уже был не алкоголизмом, с моей точки зрения. Просто в популяции, в народе не принято, ведь те пациенты, которые у нас и обращаются вообще к наркологу, это, как правило, пациенты второй стадии зависимости, не первой. Первая стадия, она вот в быту, дома, в семье. Ну и кто первая, что? Ну, еще работа, то еще не будет ядер, то все благополучно. Поэтому это рассуждение о безопасной дозе, ну, такие они больше для праздного разговора. Каждый человек должен понимать, что доза, да, она, это относительное понятие безопасное. Сегодня она безопасная, завтра она безопасная, а потом что в результате? Организм-то реагирует на токсическое поражение, на поражение реагирует. Как на табак реагирует, так и на алкоголь, на любое другое психоактивное вещество. Ну, то есть мнение наркологов, оно такое разделенное. Кто-то говорит об этих, там, о допустимости этих доз, да, а кто-то говорит о недопустимости. Ну, допустим, вот моя позиция, наверное, представляла, на чем такая, да, как бы, недопустимость этих доз употребления, потому что понятно, что развивается и зависимость, и то, что это токсическое поражение, да, и еще один момент насчет этих доз. Ну, в принципе, да, наверное, все сказал. То есть вот мнение разделяется. Вы знаете, с алкоголем интересно все происходит. Я не употребляла алкоголь вообще ни по праздникам, нигде, никак. Уже три года. То есть я и до этого-то его особо не употребляла, но от слова совсем вот уже три года. И сначала это произошло из-за, там, определенных проблем со здоровьем. Ну, то есть мне сказали нельзя. И я так говорю, а, как это нельзя? Что, даже на день рождения нельзя? Что, даже на Новый год одного бокала шампанского нельзя? Ну, нельзя. Ну, ладно, нельзя, так нельзя. И сейчас я понимаю, что мне уже и не надо. Ни капли. То есть мне так лучше. Первый год обучаешься отмечать праздники, переживать неприятные ситуации без алкоголя, да, непривычно как-то, да. А потом человек втягивается, начинает жить трезво. Это касается и пациентов наших, это касается и тех лиц, которые не употребляют алкоголь вообще, вот как вы, да, являясь абсолютно здоровым человеком. Да? То есть это хороший опыт. Ну, это интересно, на самом деле, наблюдать, как ты меняешься. И сейчас уже все, можно спокойно. А нет, не надо, не хочу, зачем мне это? Чтобы у меня утром голова болела. Да нет, нет, нет. На нас давит окружающая обстоятельность. Со солнцем он на нас давит. И зачастую он нам навязывает те стереотипы поведения, которые многие бы даже и не стали. Но хочется не выделяться, быть как все, принят в какую-то среду, компанию. Вот, но каждый человек, так или иначе, употребляя то или иное количество алкоголя, должен понимать, что ты сегодня повредил немножко свой организм. Насколько много? Думай сам. Обращаются ли в наркодиспансер за помощью при приобщении к спиртному подростков? Ну, подростков, подростков. Смотрите, вот я еще раз говорю, что если подросток был замечен, там, остановлен при употреблении алкоголя, то он и его родители приглашаются на комиссию по делам несовершеннолетних, и комиссия дает направление для обязательного прохождения курса лечения в подростковой наркологии. Подросток должен в течение года ходить, наблюдаться, работать с психологом, с наркологом, сдавать мочу на наличие и отсутствие следов вот этого алкоголя. Это один путь поступления. А второй путь поступления – это вот когда дети выпили много, отравились, вызвали скорую помощь, их отвезли в токсикологию. То есть это второе поступление. Но, во всяком случае, будем считать так, что и то, и то являются в основном такими экспериментаторскими вещами со стороны подростков. И когда они поняли, что все это серьезно, то есть да, они ходят, они наблюдаются, они лечатся с тем, чтобы эта ситуация не развелась, да, до заболевания, чтобы все это в корне прервать и так далее. Я вот помню, что у нас в наркологии в начале 90-х у нас лежал парень, было 17 лет, у него была вторая стадия алкоголизма. Это было так вообще дико. В начале 90-х, да, и вот приезжали с находки, с Артема, с Суриска, врачи его смотреть. То есть вот, и поэтому, когда сейчас говорят о подростках, то есть государство, оно заинтересовано в здоровье, да, и вот общество говорит, вот ты употребил там, поэкспериментировал со своим алкоголем, то есть тебе 14 лет, ты можешь спиться, так давай быстро в подростковую наркологию, это общество за тобой наблюдает, то есть в течение года должен решить свою проблему. То есть вот на таком уровне, да, обращаются, все решается. И в стационаре бывают подростки, несовершеннолетние, нечасто. Ну, часто это бывает при благополучных родителях, те, которые, ну, отслеживают хорошее состояние, следят, чувствуют, понимают ребенка. Девочки, мальчики. Ну, хочу сказать, что мальчики до 18 лет практически не, там единицы были, вот на протяжении, скажем, 10-20 лет прошедших, как правило, не удерживаются. Практически ни один мальчишка до 18 лет в госпитале не закончил программу. А девочки были устойчивы. Вот были девочки-старшеклассницы, там, 16-17, и больше половины из них проходили успешно программу лечения. И в дальнейшем у них неплохо, если там нормальный плюс родители, нормальное окружение, и в дальнейшем они укрепляются в трезвости. Дальше приобретают иные навыки поведения, и жизнь идет дальше. Помните, у нас лежала, да, девочка, у которой был алкоголизм, которая сдавала ЕГЭ, находясь в отделении. То есть с отделения уходила сдавать ЕГЭ, возвращалась. Это у Юлии Вентин. Да? Ну, у нас, наркология, да. Это интересно, потому что как подросток вообще может приобрести зависимость? Это ж нужно какой-то посложный список в этом иметь. У детей быстрее развиваются. А, антилетика, быстрое формирование, конечно. И хотя наркологи не спешат подростков, в детском и подростковом возрасте ставят диагноз, ну, как бы не стигматизировать, еще там выправиться, не выправиться. Вот. Тем не менее, развитие заболеваний идет как-то, вот знаете, по месяцам. Но в замену уже времени. А как специалисты наркодиспансера помогают справиться с зависимостями? С любыми. Ну, какие? Программа. Ну, это какой категории пациентов? Те, которые пришли? Да, конечно, те, которые пришли. Ну, пришли, предложается, предлагается им. Медикаментурная, психотерапевтическая. Да, совершенно. Кому-то стационарно направляют на госпитализацию. Это те, которые добровольно пришли. Но есть же, у нас же пошла лет пять уже категория пациентов, которые направляются по линии инспекции пределов несовершеннолетних, органы опеки, и по линии судов. Это граждане, совершившие нетяжкие преступления, получают условное решение свободы с обязанностью пройти программное лечение. Некоторые проходят, некоторые нет. Это очень хороший аргумент для того, чтобы все-таки работать с такой категорией пациентов. То есть, как я уже говорил, проблема не в том, как их делить, проблема в том, как убедить к лечению. И когда государство принимает адекватные меры с побуждением к лечению, ну, тогда есть возможность лечить. А как можно лечить, если некого лечить? Проблему привести на лечение. А как тогда побудить лечить человека? Ну, кнутый пряник. Ну, санкции, вознаграждение, как вам вообще нравится. Вот вы сказали еще про психологическую помощь, про медицинскую, понятно. То есть, я так понимаю, что работают не только физически с человеком, но и морально. Ну, даже в первом случае. Ну, вот пациент поступил на лечение по скорой помощи. Он пока лежит в остром отделении. Его психологи мотивируют на то, чтобы он остался на прохождении реабилитационной программы. То есть, он лежал две недели. Вот его убедили, ему рассказали, показали, на искусство сводили. Он к Валерию Ивановичу пошел в его реабилитационное отделение на два-три месяца лечиться. Ну, идеальные такие вещи. Кто-то соглашается, кто-то не соглашается. А если он уже пошел на реабилитацию, там уже психологи проводят с ним групповую психотерапию, групповые занятия. Как отказаться от употребления? Почему ты употребляешь? То есть, масса методик, которые, в принципе, если человек проходит реабилитационную программу, он может четко укрепиться в трезвости, в отказе от употребления. У нас в стационаре на одного врача приходится четыре специалиста с высшим образованием, не врачи. Это в какую сторону клон, в какую направление деятельность. Не столь врачебное, сколько иное. Человек проходит лечение два месяца, да? Два-три месяца. По-разному. Бывают и более короткие, и более длительные. А когда можно уже говорить о выздоровлении? Ой, кто бы ни говорил, рекламы о том, что у них великолепные результаты, я подвергаюсь большому-большому сомнению. Потому что сейчас, а как мы проверим, да? Мы что, к нему домой пришли? У соседей спросим, а медицинская тайна? Характеристику запросим. Поэтому мы можем только лишь судить в основном по тем, которые снова госпитализируются. А тех, которые не подлежали. Может, они и упомерли от пьяности, а может, они в трезвости живут. Как их считать? Какова статистика? Статистика – очень лукавая вещь. Но во всем мире, уж не знаю, какими методиками они высчитывают, результативность лечения, то есть воздержание от этого психоактивного вещества какой-то хотя бы период, интервал. Ну, допустим, годичный. Она ведь невелика. 30 процентов. 40 процентов. Ну и опять тоже вопрос спорный. Скажите, допустим, он употреблял алкоголь, перестал употреблять алкоголь, стал употреблять гашиш. Выздоровел? Нет, конечно. Поэтому вопрос такой достаточно сложный. Есть еще термин – контролируемая зависимость. То есть результат лечения, когда пациент пролечился, он понял, что у него заболевание хроническое, ему с этой болезнью жить до конца дней. И он ориентирован на поддержку контакта с наркодиспансером. То есть вот он, ну, приснилась водка, да, или он выпить захотел, он приходит в ближайшее время, кричит, говорит, доктор, я вот у вас лечился, да, вот, мне водка снится, давайте что-нибудь сделаем, да. То есть ему там назначения, амбулаторные какие-то посещения, ему эту тягу оборвали на данный момент, он живет там полгода, год. Потому что опять у него состояние было, он опять к врачу пришел, да, то есть спонсервное наблюдение. Пациент приходит, наблюдается, и годами, десятилетиями он живет трезво. В это время, да, пациенты, которые лечились там, ну, 80-е, до сих пор приходят уже, они в возрасте, да, они в трезвости удержались. Десятилетиями трезвости есть. Да, да. Телефон имеем, приходят гости, даже друзья семьи становятся. Да. Ну, здесь, наверное, главное признать, что проблема существует, и что ты не хочешь от этой проблемы избавиться. В медицине вообще проблема приверженности лечения, compliance, да. Вот не только в наркологии, в терапии. Много ли хотят их ходить? Да, есть люди, которые любят лечиться. Ну, таких же меньшинство. Либо некогда, либо недосуг, либо еще не прижало. А от этого зависит результативность. Вот в чем дело. И в наркологии так же. А что ходить в медицине, так все хорошо. Хотя есть такие пациенты, вот я помню, один у меня богатенький, так сказать, был. Я знаю, что я могу не пить полгода, но потом, бывает, вот так я хочу напиться. Но я знаю, что у меня есть ваш телефон, я попью дня три, и знаю, куда обратиться. Ну, тоже своего рода контроль, конечно, такой сложный, но контроль. Как можно обратиться к вам за помощью? Ну, если речь идет о стационарном лечении, у Санниковича 53, а если там была сторона служба, выписывает направление и вместе просит. 241-46-29, Санниковича 53. Нет, бывает и сами приходят, просто вот с улицы. Вот слышал, видел, можно ли. Ну, можно. Пишет заявление, пришел госпитализировать, там определенные флюорографии и так далее, и кладем. Но предпочитаем через амбулаторию. Ну, тогда все понятно. Желаем нашим слушателям трезвого, здорового образа жизни без каких-либо вредных привычек. Я напомню, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о том, как важно отказаться от зависимости, в частности, от табака и алкоголя. В гостях у нас были Валерий Ковалев, заведующий отделением реабилитации, психиатр-нарколог, приморского наркологического диспансера и Александр Кубиков, медицинский психолог. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова